Ну а центральной темой настоящего выпуска хотелось бы сделать дело о компании «Отдых». Реквизиты судебного акта – это акт Верховного суда, вы видите перед собой. Ну, в чем заключался спор? Спор заключался в применении льготной ставки в отношении земельных участков, которые были предназначены для дачного строительства. Соответственно, налогоплательщик имел в собственности данные участки, осуществлял там дачное строительство и применял льготную ставку. Однако налоговые органы считали, что он это делает неправомерно. Суды поддерживали налогоплательщика, но Верховный суд решил пересмотреть позицию нижестоящих судов и в своем определении он поддержал позицию налогового органа и при этом указал, что у соответствующей льготной ставки есть специальный субъект – это физические лица и некоммерческие организации. И данная льготная ставка на коммерческие организации, коим и являлась компания «Отдых», соответственно, данная льготная ставка не распространяется. Я замечу, что это майское дело, и вообще в мае было несколько актов Верховного суда, посвященных данному вопросу. И в связи с… Во-первых, была неоднозначная практика до этого определения. Теперь она, конечно же, будет единообразной, и стоит ожидать определенный поток соответствующих дел и, соответственно, активизация претензий налоговых органов по вопросу применения льготной ставки в схожих ситуациях. Поэтому организации, прежде всего коммерческие организации, которые применяли льготную ставку, им нужно либо скорректировать свои налоговые обязательства, либо готовиться к налоговому спору с налоговыми органами, при этом с минимальной надеждой на успех. Вообще хотелось бы отметить, что данное дело поднимает, на самом деле, более глубокую проблему в том, как, в общем, оценивать льготы, как их толковать. Потому что льготу, ну, а льготная ставка – это тоже льгота, можно было трактовать по-разному, точнее, ее цель. Можно действительно было трактовать ее таким образом, что она направлена на стимулирование деятельности по, скажем так, дачному строительству, и абсолютно неважно, кто владеет землей коммерческой организацией, некоммерческой организацией. Либо же можно было бы говорить о том, что все-таки льгота, она предназначена для поддержания именно определенных субъектов. Ну, как вы понимаете, из нормы это нельзя было усмотреть, с какой именно целью предоставлена льгота. И поэтому-то суды и, скажем так, принимали разнообразные решения, то есть была противоречивая практика. Поэтому, конечно же, в данном случае здесь можно говорить о претензиях к, наверное, законодателю, который сформулировал норму таким образом, что привело, в общем, к налоговым спорам и ошибкам со стороны судов. Но, с другой стороны, также хотелось бы отметить об определенном экономическом эффекте, который последует за решение Верховного суда. Ведь, на самом деле, указав, что у данной льготы есть специальные субъекты. И, соответственно, придя к выводу, что коммерческие организации не могут применять льготную ставку, Верховный суд, по сути дела, сделал так, что теперь те затраты, ну, повышение затрат, к которому приведет вот данное дело, отдых, они будут перекладываться, опять же, на физических лиц, которые будут приобретать соответствующие земельные участки и постройки у коммерческих организаций. Поэтому, конечно же, такое дело, оно имеет и негативный экономический эффект, и как раз этот экономический эффект, он отразится негативно не на коммерческих организациях, на мой взгляд, потому что они переложат свои дополнительные расходы именно на физических, ну, прежде всего, на физических лиц. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.